Добрый день всем. Не зря мы в вашем присутствии выясняли исторические подробности. Могу сказать, что в прошлый год ситуация значительно поправилась. Было освоено под 730 миллионов рублей средств. Для вас это показатель не о чем, а вам главное квартиры. В том числе и ваши, они были заложены в прошлом году. И в принципе на сегодняшний день, я думаю, что вот эта практика двухлетних контрактов, она начинает себя оправдывать. Потому что действительно была справедливая критика и за 2019 год, и за 2018 год, что произошло неосвоение средств. Ну вот перешли на двухлетний и ситуация начала выравниваться. Я вам хочу сказать, вот вводные таблицы по Саратову. Да, конечно, вот постановки, ну что, 2008-2009, это плохо. Но когда мы берем возраст тех, кто будет получать, 99-2002. То есть, в общем-то, в отличие от других районов Саратовской области, по городу Саратову ситуация, по крайней мере, более приближена к тому, что мы обязаны делать. То есть представлять квартиру по достижении совершеннолетия, после окончания, соответствующего, учреждения. Но, к сожалению, это не происходит. Но задача стоит, 5-6-летний срок, не более, прекратить вот это вот нарушение, чтобы действительно закончили, вышли, получили квартиру. И мы, с учетом прошлого года, к этой задаче потихонечку приближаемся. Но я вам хотел сказать чуть-чуть другое. Первое. В соответствии с законодательством, и федеральным, и региональным, вы получаете жилое помещение на основании договора найма специализированного жилого фонда. Специализированный жилой фонд Саратовской области специально создан для цели его использования для проживания. Но он имеет определенные ограничения. Вы вправе прописываться, обзаводиться семьей. Вы не можете его приватизировать. Для того, чтобы эта возможность появилась, через 5 лет вы должны обратиться сюда, в Минстрой, с просьбой о перезаключении договора на соцнайм. И тогда рабочая группа, исследовав обстоятельства, как вы прожили эти 5 лет, принимает решение. Или перезаключает на 5 лет на спецжилый фонд, или принимает решение о заключении договора соцнайма. Что дает право приватизации, она у нас бессрочная сделана. И дальнейшее улучшение жильческих условий с помощью различных механизмов, которых у нас большое множество. Могли мешать, может? Крути потихонечку. Алимуков Андрей Владимирович. Первый, да. Второй, Азовский проезд, дом 32. Мамыкин Дмитрий Алексеевич. Азовский проезд, дом 32. Фетисов Вячеслав Викторович. Лопачная гора, дом 10. Про квартиру я даже не запомнил. Нет, у меня шок был. Сейчас я живу с родителями, с бабушкой. Да, уже давно хочу жить одна, самостоятельно. Такая возможность хорошая. Там уже буду потихоньку как-то развиваться.